я не ухожу они просто не возникают то есть это другой мир понимаете то есть здесь очень важно понимать что как человек думает так и живет качество его мысли она определяет и качество его среды которые вокруг ну хорошо а если на улице кого-то обижает конкретно ситуация агрессии надо все дело применять это вопрос чисто этически это не имеет отношения к венчу то есть с точки зрения ну скажем философии если эта ситуация существует и ты ее не понимаешь туда лучше не ввязываться ввязываться можно только в ту ситуацию которая захватывает тебя чисто кармически и ты можешь за ответить то есть ты чувствуешь что тебе крайне необходимо в ней участвовать и тогда ты в ней участвуешь но если это где-то там кто-то это их проблема они сами создали определенную среду вас определенной агрессии там они варятся и там надо уже разбираться кто прав кто виноват и там все равно приходится применять какие-то приемы ну я просто еще попробую как бы заострить что то не надо создавать этой агрессии вокруг себя то есть не надо провоцировать ситуацию это главное есть что сказать еще ну сказать то можно все просто тут знаете как-то надо поймать не тут именно то что вот обязательно вы считаете нужно сказать хочется сказать как шекспир слова 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 в общую группу принимаются те люди которые хотят и в процессе самих тренировок занятия люди естественно просто сами уходят те которым это не нужно потому что большинство людей они действительно настроены на каратэ то есть выучить два-три приема и использовать их где-то на улице здесь же идет очень такой как бы многослойный уровень погружения и в историю и в культуру и в этику и в понимании каких-то принципов движения вообще так сказать глубину и остаются действительно те которые мы 20 часов в день не есть кто-то не спать там то нет ну все зависит от глубины погружения и в самом начале мы людей не ничем не запугиваем и мы просто предлагаем оптимально прежде всего бросить курить и пить вот и поменьше есть мясо но потом уже когда человек начинает ну скажем глубже подходить к этой проблеме он понимает что баланс инь-янь должен быть во всем и в пище и в отношениях людей и так сказать непосредственно в занятиях дается определенная литература которая помогает человеку углубить свои знания фильмы документальные которые помогают ему также увидеть какие-то ошибки и разобрать долгое время собиралась по крупицам техника сейчас школа полная я могу гарантировать что в ней есть начало развития и перспектива это и главное это и самое главное это для меня если они начали вот это Продолжение следует...